Упражнение для профессионалов. Практически такое же. Профессионалами я называю людей, которые больше часа ежедневно посвящают свое время своему любимому делу. И вникают, и разбираются, и изучают, и знают, как это устроено изнутри. И пользуются, естественно, этим. Итак, профессионалы для вас практически такое же упражнение. То есть почувствуйте свой центр веса. Но так как вы профессионалы, для профессионалов, естественно, профессиональные условия. А условия будут следующие. Попробуйте это все сделать на анатомическом мячике. Я сейчас это буду делать с вами. Вот теперь момент такой. Я не акробат. Я, скажем, человек, не обладающий специальной какой-то десантной подготовкой. Но я, как тренер, изучил один момент. Механику тела. Как мое тело работает. И я сейчас точно так же, как и вы, буду пытаться почувствовать этот механизм моего тела. Как я балансирую и как я справляюсь с дисбалансом на неустойчивой основе. Это упражнение очень хорошее. Ребята, рекомендую попробовать. Но единственное что, конечно, соблюдайте правила безопасности, чтобы вы не порасшибали лбы. Но упражнение классное. Оно заставляет по-новому почувствовать ваш центр веса. И заставляет по-новому почувствовать внутрь. Ну, есть такое понятие в анатомии, в физиологии, в спортах. Это внутримышечная координация. Насколько вы в ограниченных условиях можете координировать действия для, скажем, для выравнивания или для контроля своего баланса тела. А вы помните, есть баланс, есть танец. Есть баланс, есть скорость. Есть баланс, есть дизайн. Так что, все, что у нас, скажем, я называю основой, это понимание и чувство контроля моего веса тела во время динамики. То есть, с разными характеристиками динамики. Ну, далее. Итак, для начала, чтобы вам не было страшно, и мне тоже, найдите баланс вначале, убрав две точки опоры, убрав ваши две ноги с земли. Поищите этот баланс, постепенно найдите его. Я вместе с вами еще, видите, меня сразу тянет назад. Это говорит о том, что тонус мышц спины у меня зажат. То есть, поэтому меня тянет назад. Ищите, ищите баланс, ищите баланс. Ищите свою вертикальную ось. Вот, 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 начинается. Вот. Вот это оно. Ох ты! И все равно назад. Потому что мышцы спины зажатые, видите? Вот вам, вот вам и реактив на мою проблему. Вот. О, теперь держи. Опа. Есть. Потом, следующий момент, это мы все делаем для того, чтобы вы почувствовали, чем вы координируете, чем вы ловите баланс, чем вы контролируете. И, конечно же, опять, это моя цель. Чтобы вы почувствовали, что ваши мышцы, это не стальные канаты, которые нужно рвать и натягивать. А это очень тонкий инструмент, который отвечает за многие функциональные возможности вашего организма, ваших суставов и вашего тела. Итак, следующий этап на коленочках. То есть, вы почувствуете сейчас свою внутреннюю поверхность бедра. И почувствуете, чем вы балансируете. Рассказываю, если руки полезли вверх, это значит, что вы завышены. Ну, профессионалы знают, есть низкий центр веса, есть завышенный, есть фиг знаете. Итак, точно так же, как и вы. Ловлю баланс, смотрите, становлюсь на колени. Чуть-чуть зажимаю, ну, не зажимаю, а контролирую внутреннюю поверхность бедра. И пытаюсь поймать баланс. О-о-о-о-о. Очень. Причем, когда я расслабляюсь и начинаю чувствовать вес своего тела, мне легче. Реально легче. Расслабляюсь. Не пытаюсь его словить, а... Вот, веду себя как водичка. Вот, и вы почувствуете, как это координируется у вас в самой мягкой части тела, поясница, брюшина и внутренняя поверхность бедра. Ну, и теперь переходим к последнему этапу. Это как запрыгнуть и удержать баланс на анатомическом мячике. Точно так же, как и вы, пробую сейчас с вами. Страшно. Все равно страшно. Попытка возле опорок. Смотрите. О-о-о. Жень, видите, когда психологический барьер... Поним? Ну, вот, видите, уже легче. Я точно так же, как и вы, вместе с вами эксперимент делаю. Делаю пневмус. Я это делал раньше. Но пытаюсь сейчас еще раз вместе с вами сделать. Давно был делал. О, видите, уже легче. Что я сейчас делаю? Это называется наработка навыка. Когда нарабатываешь навык, появляется что? Опыт. Молодцы. Когда есть опыт, ты можешь применить. Класс. Класс. И попробуем все. Встали. Настроились. Взяли точку фокусировки, от которой мы будем балансировать их. Контролируем вес и контролируем будущую точку опоры. Видите, руки вверх. Пошли. Фигня. Вот это получше. Вот вам латина ваша. Теперь нужно запрыгнуть и устоять. Подольше. Нет? Наверх пошел. Назад точнее пошел. Самая страшная ошибка, когда ты баланс начинаешь искать сзади. Или в латине стоять сзади. Вот это оно. И танцуйте себе. Чувствуйте свой вес. Можете присесть. И отпрыгнуть. Попробуем еще раз. И вот когда вы чувствуете, что вы внизу, тогда вы можете держать баланс. Тогда вы можете контролировать. Попробуем сейчас что-то потанцевать еще. Бум. Все львы устали. Еще раз. Все. Профики. Короче, танцуете и будьте техничны. Но скажу, как только вы научитесь запрыгнуть, поймал баланс, посмотрите, как у вас изменится динамик. У вас появится много-много времени для дизайна и для шейпа и для того, как вы выглядите. И самое главное, что это поможет еще, знаете-ка, тем людям, которые хорошо чувствуют свой центр веса и работают под... Короче, и работают им активно для таких ребят. И, мало того, оно поможет и для таких ребят, знаете, которым нужна очень хорошая точка опоры, чтобы мочить разные вот такие вот кренделя. Вот. Но это тоже модно. Это покупаем. Почему бы нет? Есть ширпотреб, есть качественный продукт. Вы это знаете. Я надеюсь, я вам был полезен. Если понравилось, пишите. Ну и надеюсь, до скорых встреч. Спасибо.